Доброе утро, друзья! Сейчас мы снимем очередной фильм из серии о прививках. Почему? Потому что сегодня 10 апреля. Где-то уже прививки начались, а где-то скоро начнутся, а кто-то и опоздает. Значит, моя система никакой последовательности, которая приводит в драмоте переходящий в глубокий сон. Вот, каждая фотография сюда попала. Тема одна, прививки, но фотографии попали так, как им хотелось самим. Вот, я в этом усматриваю знак судьбы. Что из этого получится, посмотрим. Итак, значит, системы никакой. Остановились мы вот здесь. Я вам показал ножи. Правда, показал не по порядку. Вот этот нож мне прислали и вот эту ленту. Смотрите внимательно. Это распространенный набор. Как представьте, я хотел сделать мне добро. У меня есть прекрасный немецкий нож, немецкой фирмы. Я им пользуюсь и наслаждаюсь. Наши отечественные ножи в свое время были кривые, старинные конструкции. Где-то у меня валяется такой, такой серпообразный. Не очень удачный, я считаю. Вот, наши ножи были заточены на одну сторону, но быстро отупились. Ничего страшного. Вот, кто-то умеет переделывать нож из этого, из перочинного или кухонного. Даже так, даже так. Перетачивая на одну сторону. Или делая вот заточка на обе стороны. Такой острый, что это незаметно. А вот такие ножи, вот что на экране. Я вынужден прокомментировать. Мне прислали. Как это было? Сейчас я покажу. Мне спешить некуда. У меня впереди много-много времени. И у вас тоже. Вот, я имею ввиду, что еще мы успеем за весну научиться. Как это будет выглядеть. Вот так. Где-то примерно вот в это время, 2013-2015 год, я был в Москве. Я проводил семинар. Тот самый семинар, который когда-то войдет в историю. Но назывался, знаете, будет, знаете, как? Он будет называться, семинар, это не использованный, не использованный потом наукой. Вот. Значит, попутное. Про семинар. Это тоже касается нас. Это привитые саженцы. Это февраль. Но они все мертвы. Все. Сейчас стала мода. Вся страна завалена. Речь идет уже о миллионах, не о сотнях тысяч. О миллионах вот таких вот этих коробках. Причем они, естественно, хранятся не при ноль, плюс два. Ну, у них же на инструкции написано. А при 20-25. Все это умирает. Все рассчитано только на дураков. Вот. Негодяи продают. Дураки покупают. К сожалению. Все это мертвы. Февраль. Но я показываю попутно. Я на семинаре. Я должен был людям что-то говорить. А это между семинаром ими, там, второй-третий день, поход в ближайший супермагазин. Вот. Вот это мой семинар. Почему я это говорю? Сейчас скажу. Ради вот этой картинки я сюда зашел. Но я не отвлекаюсь. Дело в том, что я объявил. Вот здесь я громко сказал. Ребята, хотите научиться поливать? Хотим. Хотите стать предпринимателями в плане выращивания уже не только сада для души, но и выращивания для извлечения доходов. То есть, сколько из вас хочет стать питомниководом? Поднялась половина рук. Так. Смотрим дальше. Я уверен, что из них один-два стало, не больше. Есть свои проблемы с питомниководом. Есть тормоза. И кто-то хочет, чтобы у нас не было в своем саду. И тем более питомников, любительских, ценных, штучные товары. Я называю саженцы садоводов-любителями, штучными изделиями. И вот когда длинная речь к чему, когда я начал лекцию, я вдруг пришла в голову. А давайте закончится официально три часа. Тут мы арендовали дворец средоводов мой. Три часа я потом сяду, с разрешения хозяев. Еще потрачу сейчас на то, чтобы вас научить привать. Но для этого купите и принесите мне привычные ножи. Принесли примерно 20 ножей. Из них 19 было негодных. Вот примерно вот такого типа. Возвращаемся обратно к себе. И продолжим тему. В общем, вы поняли. Поняли, поняли. Так. Так, 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 так. Вот это вот папка с прививками. Итак, мы на этом установились. И заканчиваем ругать ее. Значит, нож с двусторонней зоточкой. И можно резать только хлеб. И для смеху сделали как бы набор. Вот вам лента, которой можно привать. На самом деле, это самая обыкновенная сантехническая лента для обмотки труб. Тянется как сопля. Попробуйте ее перед этим. Если вы видели, как я приваю в натуре. Вот. Значит, я использую всю силу, чтобы так вот. Знаете, огрехи невольные. Вольно где-то щелка проглядывается. Чтобы эти были задавить буквально. Вот это мой способ прививки. Ну, идем дальше. Вот. Значит, еще раз. Листая все фотографии подряд. Когда-то, это мое предложение. Это когда с удовольствием будущего все будет. То школьники будут проходить экзамены на этих картинках моих. Я приготовил несколько тысяч фотографий. Это часть из них. Значит, что можем видеть на этой фотографии? Можем увидеть, что идет прививка еще по зиме. То есть, отрицательная температура. Небольшой минус. Небольшой. Так. Но. Потом. О, на дальнем плане бутылки сидят. Это накрывается бутылками. Которые сглаживают температуру под бутылками. Влажнее, теплее. Вот. Меньше доступ к этим самым мышам. Это очень важно. Вот. Это все посмотрели мы. И идем дальше. Вот это особая фотография. Это то, о чем практически никто никогда. Не догадывается. Эта тема почему-то. Тема. Это на пределы внимания. Как получилось, что вот эти сарвисы были проданы. Вот. Приходит следующий год. Вот справа внизу. Видите, уже следующий год идет. А вот этот сарвис не был продан. Почему? Потому что я, это, питомник Сергея, моего сына. Но я вот это вот оставил как наглядное посудие. Почему? Имейте в виду, друзья. Когда мы берем почки на прививку, они есть ростовые. Получается мощный сарвис. Значит, три свидетеля официально заявляют. Искобилов, Торшун-Полот, Завлаб, кандидат наук. Двадцать пять лет отслеживал мой сад. Раз. Бойкова Галина Николаевна. Несколько раз была в нем в гостях. Это директор ГСУ. Легендарный человек. Я его называю. Один из основателей Сангорского федомена. Бойкова Галина Николаевна. Два. И знаток из знатоков. С инциклубиническими зданиями. Крудимов Николай Иванович. Он на моем саду. Провел неделю. Но мы писали общую книгу. Я им задавал вопросы. Сколько лет. А садминсу, который на этот период, исполнилось пять месяцев. Это был провокационный вопрос. Потому что до такого степени выглядит как хвастовство. Но тем не менее, это исторический факт. Пяти месяцев садминса они давали от трех до пяти лет. И они были правы. По идее. Потому что мощный подводный. У трехлетней. Особая технология. Привыка у земли. И так далее. И так далее. Ростовые почки. И сразу делался скелет. Мощный. 10-20 скелетных веток. Я развел руки. За пять месяцев. Высота 2-2,5 метра. И тысячи-тысячи цветочек почек. Это был феномен. Это была вершина моего творчества. В плане технологии. А почему здесь так не получилось? Объясняю. А не получилось по одной причине. Что это цветочная почка. Ну, можно назвать не цветочкой. Цветочная. Плодовая почка. Вот. Значит. Что из этого получается? Ну, сами видите. Значит. Дважды я рассказывал об этом. Еще раз расскажу. Ты не любишь. Вот я дважды ехал. Я дважды летел. Первый раз я летел. С командировки. С города Орегара. В Таджикистан. Там, где. У него два названия. Орегар и Туршинзады. Дважды. То есть. Это была первая командировка. Я летал на это самое. На Тадас. Таджикистан. Алюминиевый завод. Возвращался. Это. И умолял на коленях мужику. Поделиться. Вот такой пучок. Какие сливы. Он говорит. Вот такие. Вот так показал. Вот такие. Вот. Отговорил верхушку отломать. Приехал. Привил. Ждал всего полтора года. И вот они. Вместо таких вот такие вот получил. Причем много-много. Таблики у него несколько. Сразу. Сразу. За один год заложил. Вот такой же я получил точно. То есть. Второй момент. Почка. И не верхушечная. Но. Где-то повыше. Такие примеры дали мне возможность. Открыть свой закон. Сопричинение почек. Это отдельный разговор. Дойдем. Вот. Будет несколько фильмов. Посмотрите. И. То есть. Полный провал. И вторая поездка была. В Армению. Там тоже есть алюминиевый завод. И я оттуда возвращался. В командировке. И тоже отломили мне верхушку. Но я не мог. Я там кое-что раз забыл оттуда. Но. Там. Долго рассказывать. А именно вот это вот же. А что это? Яблони. Как зовут? Сорт демерчан. Все забываю посмотреть. В интернете есть такой сорт. В Армении. Видят. А запомнил навсегда. Сорт демерчан. Приехал в верхушку. Привил. Получил вот такие яблочки. Причем. Мне хозяин Санча. Который отламывал верхушку. Сказал. Яблоки вот такие. Вот. Я как раз. Да еще и с этими. С ребрами. Вот это было. И вот такой случай. Я еще раз говорю. Почки. Почки рознь. Одни почки. Они даже ростовые. Мы смотрим на этом. На метровом допустим. Переросте. Последнего года. Мы видим много-много-много почек. И большинство из них. Во время прививки. Становится. Среди них есть плодовое. То есть. Оно допустим. Вырастет. Полметра. И конечная цель. Метр. Но дальше расти не будет. Вот смотрите на экран. А те кто-то сажает. Этого не знают. А потом я получаю письмо. Друзья. Вы знаете. Я купил саженцы. Они нормально прижились. Они дорожили до метра. Дальше ни в какую. Идет год за годом. Итак. Мы с вами научились разделять почки. Ростовые. От плодовых. Вторая почка плодовая. И есть смешанный тип. Это смешанный тип. Они могут давать много плодов. А когда условий нет. То есть. Другой почки нет. Ростовой. Она заменяется на ростовой. И может вырасти не на метр. Как ей положено по инструкции. То есть. Я вот так. В небесной канцелярии приказано. Вырасти на метр. Нет. Она может вырасти 2,3 метра. И получается компактно. Нормальный саженец. Вот сколько я вам наговорил. Глядя на эту фотографию. Идем дальше. Тут получилось так. Что я добавил фотографии. И получается мне надо перескакивать. Вот это я комментировал. Форма листа. Форма акроны. Для того, чтобы сберечь. А я коротко повторю. Чтобы сберечь штамп от сгнивания. Об этом не знает официальная наука. Это факт. Это десятки, сотни публикаций. Как уничтожить. С помощью влаги выничтожить штамп. Это надо. Вот. Сделать тут. Сделать тут этот самый. Искусственный штамп без. Нижняя часть без веток. Это надо раскрыть корону. В общем всякое. Все это. Столько глупостей. Длинный фильм получается. Покачек. Ля-ля-ля. Вот. И он за это зарабатывает деньги. А на самом деле. Вот это истинная форма. Для того, чтобы вот это место было сухое. Потому что. Это вторичное понятие. После того, как. Не прошла влага. Не дали листья. Форма листьев. Наклон листьев. Все это предназначено. Для того, чтобы отвезти воду. От штампа. Бруша. Житель сухих районов. Вот. Ей не везет. Когда попадает в районы. Где много дождей. Она начинает гнить. О чем никто не догадывается. И хватает поляризатора. И начинает опрыскивать. Вот это. Ну мы проходили. Поэтому я коротко сказал. Вот. Полуношение прям питомники. То же самое. Это один из примеров. Знаете как? Саженцы продаются. Ну. А такие вот саженцы. Да. Вот. Они сразу переходят в отряд полуносящих. Вот. Их. Такие саженцы любят. Почему? У них сдержанный рост. Это питомник Сергея. Почему сдержанный рост? Потому что. У него все. Подмой являются корневыми отводками. То есть небольшие корни. Корни мы отдельно будем проходить. Сдержанный рост. Быстро. А что такое корневый отводок? Дерево росло. Росло. Метры. Вылезло. Корешок прошел. Метр. Вылезло. Что-то. Это мы называем одолеть. На самом деле это всего лишь нога. Нога. Она должна двигаться, двигаться. В ту сторону, где ему лучше будет жить. Где неудачная сторона, он там помрет. Где удача, он будет развиваться. Это дерево шагает, 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 шагает по планете. Так. Но. Получается. У этого отводка, который мы выкопали. Обычно двухлетку я беру в тайге. Или Сергей. Вот. А он уже взрослая. Вот она однолетие вылезла два года назад. На самом деле это часть взрослого дерева. Поэтому раннее плодоношение, что в общем-то неплохо. Мы все хотим быстрее, быстрее. Следующий снимок. Тут вы видите игрушки. Вот они внизу. А сам, что то ли второй, то ли третий год. Вот. Он не был продан. Бывает такое. Побрезговали. Или Сергей может оставил. Есть такое понятие, которое я ввел. Качущий питомник. Вот эта груша будет продолжать расти. Теперь уже никто не выкопает. Все. Проехали. Остался навсегда. Оно превратится в нормальное дерево. А рядом растут вот они. Видите? Саженцы. А они уже расти не смогут. Выкопаются. А обратно уже не посадишь. Тень. Вот. И постепенно происходит замещение. Питомник никуда не девается. Он прикупается очередной кусок земли. За страшные деньги. Боюсь говорить, что в сумме мне это обошлось больше где-то 2,5 миллиона. Потому что государство по овощу Бо. Вот. На уникальный питомник. Он единственный питомник в Сибири, который зимует на морозе. Смотрим дальше. Вот это уникальная вещь. Почему? Я думал включать, не включать. Речь идет о прививке. Ну что тут можно предположить? Можно предположить, что... И не угадать. Можно предположить, что прививка была. Была. Привитое дерево. Вот они, плоды. Вот. Но дерево почему-то загибается. Ну, на право все причины. Первое, которое у меня невозможно, это гнение корневой шейки. Это болезнь в нашей стране главная. Вот. Постоянно я говорю, мне говорят, это... И мне сказали, я вот буду на вебинаре. Сегодня у нас воскресенье, 10 апреля. А завтра очередной вебинар. Вы, конечно, не успеете его увидеть, те, кто посмотрит кино. Но я еще раз, я вас хочу отправить, каким образом, на вебинар. Вот это мой сайт. Набирайте вот тут по-русски три слова. Вот. Три слова. Сайт Санавода Железного, так. Вот. И вы окажетесь на вот здесь вот. Сайт Санавода Железного в Яндексе, в Гугле оказались. Так. И здесь есть гостевая книга. Так. Вот она. И обратите внимание, вот он, свежее объявление. 11-го будет вебинар. Потом будет 18-го, стало через 7 дней. Потом 25-го, еще через 7 дней. И так, это будет уже 178-й, потом 179-й. 5 лет, это продолжается кошмар. Вот. Записаться тут, или тут, или тут. Вот. И тогда вы будете знать все. Почему? Потому что мои знания уникальны. Других таких знаний на планете нет. Вот. Все, что я вам рассказываю. И тогда у вас все это повторится. Почему нет таких знаний? Вот один из них. Геопатогенные зоны. Заметьте, исключаю гниение кардио-шейки. Раз. Так. Исключаю биологическую несовместимость, когда подвой отвергает прямой, как агрессор. Это обычное дело. Помните, пришили почку. Один живет 10 лет, вчера почкой, а другой умирает чуть ли не на второй день после операции. Вот. Так и тут. Оторжение, отторжение. А здесь это тоже преодолено. У меня, если бы я вам показал груши. Взрослые деревья, которым 15-20 лет с урожаями от 23 до 30, иногда до 40 ведер. Зачем вам это показываю? Вдруг это самое, черцебиение увеличится. Захочется иметь то же самое, да. А в таких случаях есть хорошая, причем русская поговорка. Мы хотели работать, повернились в свой другой бок и думайте о чем-то другом. Вот. Так вот, если все-таки вы преодолели это, вот, этот совет, значит, вы должны знать, существуют еще гепатогенные зоны. Их немного. Где-то 1%, где-то 2%, где-то 5%. Но часть все-таки деревьев попадает в них. А я-то ладно, рамками посмотрел. Я, бывает, ленись заранее. Искать место, там, ага, гепатогенную зону, белков, чтобы сюда не садить. Нет. Ну, задним числом я это делаю, заодно использую это. Приходят, приезжают сюда, ну вот, у нас погибли саженцы. Я беру рамки, подвел их, говорю, вот видите, вот здесь они вращаются, неправильно вращаются. Это гепатогенная зона. Вот, здесь нельзя садить дерево. Видите, оно догнивает. Видите, что в моих руках рамки, они как живые. Вот, а потом поставьте сюда дом, поставьте. Ну, вдруг сюда дом попал, вдруг кровать. И прощай здоровье, прощай молодость. И вообще, как прощай жизнь. Даже дети могут умереть. Вот так вот. Только, опять, еще одна тайна для науки. Что это там, по этому, ой, такими. Короче, все это лженаука, якобы. Вот, это где-то когда-то замерла наука на полпути, и из-за нее аварии на дорогах. Миллионы аварий. Потому что, пересекая гепатогенную зону, у людей сносят крышу. Не у всех. Есть такие люди, у которых очень мозги... Так устроены мозги. Видите, опять наговорил. Все это мимо науки, кроме науки. Пойдем дальше. Что здесь делать в фотографии? Это вишня сибирская штамбовая. Она служит подвоем. То есть, ее можно привить. Ой, не так. Ее можно посадить. Можно с нее получить вырожай. То есть, довести до плодоношения. И все будет хорошо. Она будет мелкая, кислая. Но все равно, как витаминная продукция, яйца ныне. Ну, и захотели роскошную вишню, как я привил с юга. Привез с юга, с Херсовской области. Привил. Получил роскошную вишню. Она держит мороз. И это качество передает еще и то. И у меня видели, кто постоянно присутствует. Видели эти урожаи сумасшедшие. Все это видели. Уже привитых. И еще я лакомлюсь черешней. Есть у меня небольшой черешный сад. Развиваться некуда. В стране нет земли для нас, для таких. Вот. Она вся родная на соснах. Зарастает. Вот. Но это святое. Мы здесь не хозяева. Ведь на земле. Вот. Мы не хозяева. Нам ничего не досталось. Только сосны. Сосны не зарастают в миллионах гектаров. И вот получается, что развиваться некуда. Но в юг России, северо-запад России, ну, вообще вся европейская Россия, массовое уничтожение в вишневых садах. Есть, якобы, причина объективная. Якобы. Просто грибные болезни их уничтожили. Но у меня в саду десяток мощных вишневых деревьев. У меня никаких грибных болезней нет. Значит, надо искать сопутствующие причины. Одна из них. Дикой зверской технологии по уничтожению деревьев связана с тем, что часть веток признана нижней скелетной веткой. Еще куча веток признаны ненужными деревом, вредными. И со злобой уничтожается, особенно брезко на кольцо самое страшное. А потом дерево болеет, потом его начинают лечить. Вот. И я в таких случаях, я могу позволить себе это ответься, анекдот рассказать. Вот один из них я сейчас расскажу. Это не анекдот. Какой анекдот? Итак, классический роман. Лежат в постели любовники. Замужная женщина и молодой, симпатичный мужчина. И рассуждают. Слушайте внимательно. Вот. План устроят. Женщина говорит, вы знаете, а муж у нее старик. Вот. Надоедливый, надоевший. Вы знаете, врачи приговорили моего мужа. Они сказали, что с его состоянием организма жить ему осталось ну года три. А и отправляют его лечиться к лучшим, богатым, к лучшим немецким докторам. А это значит, что больше полгода от такого лечения он не протянет. Вот этот свиничный, ну такие есть. искалечили дерево, оно бы еще протянуло бы несколько лет. Но тут оброшена на него вся эта забота. А забота страшная. Почему? Потому что оно умирает, начинает отсыхать его дальше. Его брызгает огромным количеством фунгицидов. Всем начинать с самого простого. Вспомним, там, ледный купороз, ледный купороз. и прочее. И до современных ядов. И получается, а это все отравляет почву, отравляет дерево. Просто об этом думать, что это лечит. Ну, попробуйте вылечиться, допустим, чем, вот, с утра, отравиться, больного человека дезодорантом, допустим. Вылечили. Для анимации. Пришли, пшик, пшик, больные стали, ура, мы здоровы. Вот так относится к дереву. Почву отравляется, ее положено перепахать, ее надо залить водой корни, окончательно все сгнивает. Вот, то есть, это все, как в истории с этим престарелым, женатым мужчиной, которого будут лечить. Такое же лечение и в саду. И получается, что в вишневом саде исчезает бесследно. Вот, причем это катастрофа страшная. Я слышал это на международной конференции в Москве, когда я был приглашен по недоразумению. Правда, когда я выступал, послушали, что я говорил, отключили микрофон. А так-то другим не отключали. Вот, когда разводят руками и говорят, что сады практически уничтожены, виноваты грибы, страшнейшая ошибка железа. Я бы сейчас про вишневые сады говорю. Тут уже не до прививок, просто так получилось, что наболело и вот понесло меня, глядя на эту подряд. Вот. Вот. Это практически большая часть этих банок и всемирякам досталось, дальневосточникам, но 90% уехало в Европу. Небольшую часть продал, много не берут, а меньшую часть, меньшую. Нет, и так, большую часть я раздарил, потому что куда мне было девать. И все это где-то сейчас должно заменить те самые сады. Я называю это, знаете, как я называю это, свежая кровь. Почему? Одна из причин угасания садов, я считаю, близкородственные связи. Почему? Это отдельный разговор. Вот. Все деревья стали практически родственниками. а это значит, что они потеряли иммунитет. Но это уже тема другого разговора. Другая тема. Эта тема для другой темы. Так, ну я сейчас по порядку, но кое-что мы видели. Вот это я покажу с гордостью. Вот это не хухры-мухры. Ага, сейчас на минутку можно залезть, знаете, куда? двадцать так, ну второй год. Я фотографии делал вчера, сейчас покажу. Ага. Ага. Так, вот видите, первое спорное биотормное декларирование темношко сад, сад, не сад, питомник Железова, Сергея. Вот, посмотрите, качество садовцев. Вот так вот спокойно в современной иномарке, спокойно, без всякого грязи, все это уедет. Обрезка сильнейшая, обрезка по Железову, не только для того, чтобы в салон влезло, а от него лучше приживется. Все это и на Лусинск 8 апреля, а дело в том, что они в горшках как-то быстрее вытаивают, видимо, тепло идет через это, через этот материал, и оно быстрее вытаивает, и где-то земля еще звенит, ткнешь ее особенно под дерганом. А здесь уже удалось выкопать первые два прикоса. Вот, видите, вот это счастливая обладательница, довольная, счастливая, говорит, мое не отдал. Вот почему я это показываю, потому что еще раз, вот он при этом салон выглядит вот так. Небольшая прививка полочная капляровка, там ниже пятнышко, которое показывает на юг, это единственный питомник. И может быть, кроме тех, кто последователь мой, об этом персоналу не знает, и знать не хотят, что пятнышко показывает направление, чтобы как он рос, так, чтобы на нуми все должны расти, так ориентируясь юг, там, север, там, а не на сбок, наоборот. Одно, и если бы это были голые корни, то тогда, значит, они еще показывали бы корневой шейку. Вот он, прививка высшей каплировки, прививка, поэтому я как бы по теме говорю. А что тут еще интересное? Когда вы будете обращаться в чужие сады, смотрите, видите, на вебинаре покажу, это моя фотография, смотрите, что написано. Абрикос горные бока, на самом деле, это амур. по правде, у меня же есть оригинальная фотография, мы фотографии украли. Абрикос горные бока, сибирская усадьба, сиб, усадьба, то есть, вот эта сибирская усадьба продает царинцы, скорее всего, перекупленные, потому что своего, своей фотографии сибирской усадьбы не нашлось. Это к слову, просто случайно. Вот еще одна моя фотография, видите, вот. это чисто обман, потому что вот эта ветка, свисающая вниз, ее историю я знаю, кому как мне знать. Ха-ха-ха. Это ветка, свисающая вниз, в которой сотни саденцев, ой, сотни питомников и электронных маврина выдают за колонну. Вот. Питомник, как от плант, грушу колонновидную купить. Объясняю. Ну, это пользуясь случаем, потому что перейти весна, это же обострение. Я же говорю, садоводство, это не профессия. Напомните, садоводство, это диагноз. Вот. Грушу колонновидную купить. Нету на планете ни одной колонновидной груши. Ни одной. все проехали, возвращаемся к нашим чуть не сказал баранам. Вот. Чтобы не быть баранами, вот это приготовлено к этому, к поездке в Красноярск. Подъедет микроавтобус, все это будет загружено и уедет в Красноярск. Так, а куда я попал и почему я сюда попал? Ну, как? Нет, нет, там был. Так, 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 так. Надо бы по-новому к себе возвращаться. По-новому. Это я каким-то образом выскочил оттуда. Ну, такой я специалист. Специалист подобен плюс, и так говорят. Прививка. Вот это папка. Здесь мы с вами остановились. Вот на этой фотографии крупный план. Но как, появляет впечатление? А то, милок, не дождусь я, мне 65 лет, а мне 72. А я, знаете, что делаю в эти дни? Ладно, еще раз, допустим, ну уж простите, где мне взять нормального мужика? Есть такая поговорка. Вот. Почему я опять перебиваю сам себя? по одной простой причине. Дело в том, что я, чтобы не быть болтуном, показываю вам свежайшие фотографии. Они были сделаны вчера и выглядят вот так. Скелетная прививка, третий этаж. Вот. Здесь все суперсорта привиты. У них плоды, если меньше 100 грамм абрикосы или 70 грамм слива, то тут их никогда не прививаю. Это только до элиты. Вот так выглядит. Вот. Вот так выглядит. Всегда я делаю прививки на несущие ветки, на главные ветки. Вот. Вот это я тоже заранее говорил. Видите? А пока возвращаемся. Теперь мы снова к себе. Вот. Итак. Вот у милок. Милок 72 года взял секатор и решил сделать 200 прививок уже скелетный третий этаж. Почему? Мне надо вот это все сохранить. Пойдем дальше. Ну, Сергей пусть вас радует. Что делать эта фотография? Она сюда попала случайно. Я целыми партиями переносил. Дело в том, что это плодовая ветка, это яблоко вы видите. да? Вот. А такие количество, такие ветки, я схватился за голову. Это телеканал побёртый, теперь это на этом месте вдруг оказался телеканал усадьбы. И что я вижу? Вот ненависть, скелет надо очистить от веток. Вот чисти, чисти, чистить. Вот это меня навеяло. Но подробно это другая тема. Вот эту фотографию мне прислали. Вот. Мне антипод моим этим способом. Ну, что я скажу? Ну, часто большинство почек имеет смешанную струк. она может быть и ростовой. Вот это вряд ли хоть одно яблоко появится здесь. Нет. Она будет развиваться, эти отсохнут цветы, а будет развиваться нормально. Ничего страшного. Другое дело, мне не нравится дерево, его искалечили побелкой. Даже вот чисто внешне, оно не вызывает приступ тошноты. Вот это вот кто отпилили, видите, делали наклон. Это кто-то еще не будучием учеником, просто совета спросил, а я вот взял вот так привел. А я смотрю вот эту страшную рану, мне не по себе. Вот так делают наклон. Хотя если даже наросла вертикально вот цветка отсутствующая, вот где стрелочка, видите, ну и пусть бы росла себе. Не лезть я не в свое дело, она лучше знает, как я расти. Вот следующая фотография, тоже понеслана. Но зато на ней хорошо видно, что улучшенную куполировку. Видно, видно. пошел побег, пошел пора. Ну-ка следующее посмотрим. А вот еще одна улучшенную куполировку. Мне нравится наглядность. Итак, мы потом с вами схемы рассмотрим, как делать, все это мы с вами увидим. А пока любовь с чужим трудом. Здесь мне совершенно непонятно. Дело в том, что это или используют какой-нибудь гудрон или что-то есть такие разведенный гудрон с растворителем или есть лак мастика долнатого. Но здесь видите, рано было. Я бы пократнее сделал. Главное чтобы вот сейчас будет этот сад вроде бы охвалил, наверное этот самый человек. Скорее всего, да. Я же не помню. Но это он перестарался. Сейчас корабль будет гнить. Вот такие дела. Идем дальше. Полюбовались. Следующее я уже смотреть не хочу. Это мы проходили. А вот здесь давайте посмотрим. Значит мне прислали это один из моих учеников. Видите пробку то ставит то снимает. Он перестарался. Вот сейчас дикую жару эти листья начинают портиться. Угасать. Это я проверял на тысячах прививок. Все срочно надо снимать эту бутылку которая поварла развиться саженцев. Так человек снял бутылку. Теперь все он успел. Теперь пойдет развитие нормально. Вот прививка полученной капельного здесь схема не моя конечно но мне нравится то что мне нравится. то есть кто-то довольно довольно наглядно нарисовал вот этот особенно это вот здесь правда коротковато немножко срез косой вот здесь подлиннее здесь лучше. На расстоянии одной трети делается такой вырез а результат вы видели 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 вот спасибо человеку вот за это вот вот видите вот чем заканчивается так смотрим дальше вот еще одна схема это схема не по-русски это такое все старинные сейчас бы лучше сделать живой фотограф как делаю я но мне это так не понравилось ой как мне не понравилось вот все не понравилось форма клина с тупым концом мне понравилось вставляет вроде не заподлицом но делает специально вот здесь самый сок вот кора а под ней камбий и вот надо чтобы камбий совпадал видите на прямой и на подвой человек даже вот такую ступенечку сделал даже вот такое допущение видите чтобы совместить вот а потом взял все испортил посмотрите залил чем-то нам не понять не так вот это все залил замазал и получается чисто внешне такое с краем покритиковал ладно это все старина глубокая следующая фотография тот самый нож я показывал его попался еще раз германии соленген вот это настоящий привычный нож я считаю пока на данный момент лучше что я держал рука вот все эти способы прививки они сразу я не буду сейчас не рассказывать не критиковать здесь есть пожалуйста и уличная каплировка вот она в центре вот чем я отличаю старинные материалы старые 100 лет недавно все современные знаете видите перемотал бечевкой я все это проверял потому что ну нет у меня даже изолеты не было под рукой хрань взял тряпку в виде жгута тряпка обмотал вот так состыковал подвозь прижился правда я все один день так делал а потом перешел уже на изоленту а потом уже на современные материалы полихлорминилые и полиэтилен кстати вот когда я был в гостях на Урале в этом меня приглашал генеральный директор знаменитого питомника под названием Санте-России так Степанов приглашал меня вот я увидел что они самые дешевые просто полиэтилен обыкновенный полиэтилен вот сильно не получается заматывать с них так и не требовалось работа за столом довольно эвелирная трудно на коленях стоя прививать в саду там его полихлорминил пленка полипропиленовая полиэтилен это слабо для меня а там использовали я так удивился именно там использовали полиэтилен я потом сказал ребята ну каких мы этим самым там 8 кандидатов наук я с ними дружился они меня считали ровней вот не это не мои советы я говорю ну-ка давайте поехали по магазинам исчезающий вид вот эта пленка и вот мы один второй третий вдруг хозлайни находим вот такой стоит рулон ребята если вы не купите вы огромные шипы сделаете зависит качество я сам тут же попросил у меня от того рулона 20 метров я это схватил и повез это в рюкзаке обратно в Саиногорск потому что у нас уже исчезла вот такая такая пленка исчезла вот они не стали покупать и до сих пор скорее всего может быть что-то изменилось но вряд ли вот отработанная схема я спросил какой процент приживаемости того кто бригадиром был я даже цифру дополнил он знает 7-6% но для меня это мало вот а это старина видите полихаолуинная пленка запомнили полипропилен запомните она так еще раз кушетки мы на них сидели в советское время и в пересторонечное время они еще были пока не обнищали больницы приходишь становишься в очередь врачу садишься на эту кушетку слегка сразоватая ой какой замечательный материал для пророк она немножко тянется она упругость такую имеет ой сейчас руки зачесались вот такая но исчезла для медицинских целей цены не было когда мне ложили на операционный стол она уже застелена именно эта операционная стол вот вспомнили ищите ищите и обрящите так сейчас я буду заканчивать потому что вы меня ругаете за длинный фил сейчас я отвечу пока вы не заснули значит что еще вам показать заканчивается прием прием этих самых заказов ну сами по сути 10 апреля у меня я как раз фильм снимал и он уже успел выйти вот он вот здесь вот мой канал вот видите вот он последний фильм примирки по железу это вы сейчас увидите если это была первая серия вы увидите как бы вторую так а он еще не вышел это у меня яндекс диск диск сейчас покажу вот я он еще не успел выйти ну там девушка обработает его здравствуйте друзья огорал сверху вот оно таки ну и после этого внимательно один из советов смотрите это касается прививки внимание за тише ветра вот это гроша бакшерская это не та гроша как вот еще говорят околачивать гроши если по выражению очень кроватые вот задача вот это и задача не просто бить укладывать сюда душу и тогда обычно это 100-200 ударов вот и тогда набиты эти костяшки пальцев и после этого вся кровь приливает кончиком пальцев и тогда мы идем приливать один из секрета в общем таких секретов много а главное это я хотел подчеркнуть этим примером что все надо успевать вовремя а где вы возьмете приусе но что мы говорили где вы возьмете где вы возьмете например черенки где вы возьмете еще сейчас еще можно выписать почему я сюда попал еще видите спят еще почки только у меня на одном абрикосе это черное абрикосе вдруг почки начали набухать а все еще спит остальное что есть описано это я оставил где попало слева персиковая мичурина уникальнейшая вещь много еще таких уникальных вещей если вы научитесь прививать вот еще раз семена заканчиваю но еще есть особенно манджурские абрикосы основа садов вот еще есть черенки абрикосы яблонь брус слеп даже персиков еще есть косточки семечки ну список сократился но пожалуйста тот кто увидит этот фильм скоро увидите вот еще можете особенно да еще говорите это снег лежит зима вернулась на пол россии успевайте друзья ну на этом я буду заканчивать или вот на этом когда-то я вам показал что надо попасть сюда на мой сайт насколько легко все это делается если бы знали отказаться от каторжного труда от всех этих глупостей бесконечный уход бесконечных опрыскиваний бесконечных перекопок бесконечных реже реже дерево потом ой караул заболело все это вас ждет вас ждут чудеса ничего этого делать не надо поверить это сложно все это выдумано для того чтобы длинные фильмы а значит серебряники вот так вот помните я вам показал на чужом сайте вот она на чужом сайте помните я вам это так мерком показал якобы горный абакат вот он горный абакат украли фотографии все ну все на этом мы заканчиваем еще не поздно книги есть бумажные есть диски учебные но кое-что вы извлеките и из этой серии под названием прививки до свидания друзья я заканчиваю трансляцию и и и и и и и